СААЛ расширяет наземную активность. В Азии пропали сотовая связь и интернет. Около 19 часов 27 октября по объектам в Анклаве были нанесены особенно мощные удары, продолжающиеся несколько часов. Член политбюро Йеменских Хути Хизам Аль-Ассад озвучил многоозначительную угрозу в адрес Израиля. Йеменские Хути угрожают осуществить запуски ракеты дронов в сторону Израиля. СААЛ также наносит удары с воздуха, с моря и с суши. В ночь с 27 по 28 октября израильская армия провела бронетанковый рейд в губе сектора Азии после небывалой, по словам палестинцев, бомбардировки города с помощью всех видов огня, наземной морской артиллерии, ракеты бомб, сброшенных самолетов. Ночью 27 и 28 октября самолеты АССАЛ атаковали объекты террористической инфраструктуры Хизблы в Ливане. Атака предпринята в ответ на запуск 27 октября ракеты из Ливана по Израилю. Около 10 часов утра вновь зазвучали сигналы ЦВАДОМ в населенных пунктах, расположенных на границе с сектором АЗА. Этому предчислили 9 часов затищи. Последний обстрел из Газа был зафиксирован в час 55 ночи 28 октября. В ходе нынешней войны террористические группировки в секторе АЗА, как правило, но не всегда прекращают на ночь ракетные обстрелы израильской территории. Так, к примеру, было в ночь с 26 по 27 октября. Также были обстрелы именно ночью. ВВС армии обороны Израиля при содействии Общей службы безопасности Шабак ликвидировали командующего военно-морскими силами ХАМАСа в секторе АЗА Ратаба Абу Сейбана. Он руководил спланированной операцией по проникновению террористов со стороны моря в районе Зиким 24 октября. Также в ночь на 28 октября ВМС ЦАЛа атаковали объекты, используемые террористической организацией ХАМАС, в том числе наблюдательные пункты и позиции для запуска противотанковых ракет в военно-сооружение и оказывали помощь лухопутным войскам. ЦАЛ успешно предотвратил ракетный удар по беспилотнику и открыл ответный огонь. Средства противовоздушной обороны успешно перехватили ракету класса «Земля-воздух», выпущенную из Ливана с целью атаки военного беспилотника Израиля. В последние недели Хизбала предпринимала несколько попыток атаки израильских военных беспилотников над северными районами Израиля и Южным Ливаном. Накануне ракеты, выпущенные из Ливана в сторону Израиля, поразили Сирию. Попытка атаки Хизбалы произошла на фоне неоднократных ракетных обстрелов со стороны террористической группировки Хизбала и союзных террористических группировок на юге Ливана. В час дня ЦАЛ атаковал группу террористов, готовящихся к запуску противотанковых ракет в сторону израильского поселка Ханито с территории Ливана. Террористическая группировка Хамас накопила столько топлива, продовольствия и боеприпасов, что ей хватит на 4 месяца ведения непрерывных боев против Израиля. Подтверждается, что около 40 тысяч боевиков могут месяцами не вылазить из тоннелей и не нуждаться в поставках извне. Министр обороны Яу Галлан заявил, что Израиль перешел к новой фазе в войне против Хамаса после того, как сухопутные войска вошли в сектор Аза, а военно бомбардировали террористические объекты в секторе Аза в одночасье. Земля в секторе Аза задрожала. ЦАУ атаковал на земле и под землей. ЦАУ атаковал террористов всех рангов во всех местах. ЦАУ собирается защищать израильских граждан, обеспечивать их безопасность. И он делает это на севере, в центре и повсюду.